Уважаемые гости, разрешите начать нашу сегодняшнюю встречу. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара «Выбор сделан шаг шестой. Основные средства и нематериальные активы». Мы будем обсуждать сегодня достаточно подробно, но перед этим хотела бы напомнить вам про возможности, технические, так сказать, маленькие уточнения, чтобы в ходе нашего вебинара вам было более комфортно работать, можно расширить экран таким образом, то есть вот эту линейку перетащить за границы экрана. Тогда у вас демонстрируемая информация будет отображаться на полный экран и будет комфортнее воспринимать ее. Итак, разрешите перейдем уже к конкретной нашей теме. Вебинар сегодняшний веду я, Гардашева Галина, консультант-аналитик 1С компании Кодерлайн. Тема нашего сегодняшнего вебинара «Это основные средства и нематериальные активы». Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что 1С, в принципе, все конфигурации 1С очень чувствительны к первоначальным настройкам. И основных средств и нематериальных активов это касается в большей мере, чем каких-то других разделов. Потому что в зависимости от того, что мы не заполнили на первоначальном этапе, у нас потом либо ломается какая-то группа аналитики, отключается и не работает, либо неправильно работает начисление амортизации. Ну, то есть этот блок очень чувствительный к полному заполнению информации в карточках. И мы на этом сегодня немножечко остановимся более подробно. Ну, соответственно, особенности работы с основными средствами и нематериальными активами, сопутствующие, так сказать, физически документы оборот. То есть очень важно, по каким договорам оформляются основные средства. Немножко поговорим о лизинге, о передачу в аренду и, наоборот, о принятии на учет арендованных основных средств, возврат от арендатора или, наоборот, арендодателю. И какие у нас в этом случае есть плюшечки в виде отчетов о какой-то дополнительной аналитике или дополнительных сервисах. Итак, что у нас дает работа с этим блоком? То есть она позволяет автоматизировать достаточно рутинные процессы, какие вот конкретно перечислены на экране, вы можете посмотреть. Но основное, как я повторяю, это заполнение информации начальной и справочной. В программе есть очень интересные помощники, достаточно много всяких сервисов поддержки. Один из таких – это путеводитель, но по демонстрационной базе, во всяком случае он позволяет адаптироваться и запомнить, где что находится, чтобы уже потом не возникало трудностей при работе с рабочими данными, то есть уже с рабочей конфигурацией. Сегодня мы с вами будем говорить вот об этом пункте маршрута, то есть основные средства. Открываются они – покупка оборудования, лизинг оборудования и начисление амортизации. Если мы начинаем прямо из путеводителя, то мы попадаем сразу в покупку оборудования. Но на самом деле интерфейс и меню у нас немножечко будут отличаться от того, что здесь рекомендовано. Обращаю ваше внимание вот на такое окошечко, которое у меня сейчас на экране. Для того, чтобы пользоваться полностью всеми доступными сервисами, чтобы комфортно работать в программе, необходимо, чтобы была подписка на сопровождение 1С и ТС. Кроме того, что там есть дополнительные сервисные функции и дополнительные очень комфортные приложения, там много справочной информации, и там можно посмотреть много аналогичных, допустим, ситуаций с теми, которые у вас возникают. При работе конфигурация запрашивает один раз ввести ваши данные, то есть я их не буду сейчас вводить, потому что у нас именно демонстрационная база, но если вы будете с рабочей работать, то нужно ввести ваши коды партнера, и тогда у вас будет интеграция с этими сервисами. Итак, мы с вами будем рассматривать основные средства и нематериальные активы. Хочу немножечко сделать уступление, потому что наша сегодняшняя встреча идет в контексте того, что это цикл лекций для начальных шагов, для тех пользователей, которые только начинают работать в программе, и у которых возникают, соответственно, вопросы по поводу, как заполнить, что заполнить, куда бежать, кого хватать и так далее. То есть, естественно, могут быть полезны и для других групп пользователей, но в основном это стартовые шаги, стартовые навыки и стартовое заполнение всех справочников, для того, чтобы потом уже комфортно работать со всем комплексом, который есть в бухгалтерии. Ведем мы вебинар на примере бухгалтерия предприятия 3.0.проф. Существует несколько разновидностей, то есть есть базовая конфигурация, которая позволяет вести только одно предприятие и не предполагает дополнительных изменений или каких-то конкретных, ну, например, изменения печатных форм, каких-то доработок, которые можно делать в программе. Версия проф позволяет вести несколько, то есть мультифирменный учет, несколько юрлец, и у нее немного шире возможности в отношении аналитики, отчетов, ну, то есть немного шире возможности. И есть еще версия Корп. В этой версии расширен функционал, то есть она позволяет работать предприятиям, у которых есть обособленные подразделения, как выведенные на отдельный баланс, так и невыведенные. Плюс она автоматизирует работу по госконтрактам с госкорпорациями, например, и позволяет, у нее есть блок доставка, которая позволяет очень комфортно планировать работу в этом направлении. Мы с вами сейчас работаем в предприятии, в бухгалтерии предприятия проф, повторяюсь, то есть это, если у вас нет обособленных подразделений госконтрактов, ну, максимально полная по функционалу конфигурация. В меню администрирования первоначально задаются, если можно так сказать, грубые настройки, то есть подключаются возможности работы с определенными разделами. Это я повторяю, немножечко небольшой дайджест, так сказать, по нашим предыдущим встречам. Настраивается это через функциональность и параметры учета. Ну и дальше мы видим отдельное меню, где есть разделы, в нашем случае мы сегодня будем говорить об основных средствах и нематериальных активах. Немножко о строении программы. Ну, во-первых, посмотреть, если у вас есть уже какая-то бухгалтерия, посмотреть, какая версия, что это за бухгалтерия, можно вот таким образом. Верхняя линейка меню. Вот такая пиктограммка. По ней у нас можно посмотреть, что, где и как у нас есть в предприятии. И основной пункт, который у нас есть здесь, ну, самый важный, естественно, на первых шагах, это помощники руководства по ведению учета. То есть, если вы подключены к сервису ЭТС, то вы можете, то вы входите и пользуетесь методической поддержкой, которую составляли специалисты 1С, методологи, соответственно. И по каждому разделу, который вас интересует, можно получить достаточно подробную и грамотно скомпонованную, а что самое основное, это компактную информацию. Соответственно, сведения о самой системе 1С и мониторинг законодательства, что вот на сегодняшний день для бухгалтеров особенно важно, потому что 1 июля введены были новые формы и отчеты по прослеживаемому товару, и изменения были внесены в счета фактуры, ну, соответственно, в УПД, и это будут бланки новой формы. И если мы пройдем немножечко по меню в конец, то вот здесь с пиктограммкой И, то есть информация, сведения о программе, то есть сведения о конфигурации, в которой мы сейчас находимся. То есть сама конфигурация, что она использует и так далее. Нужно в этом случае определить, насколько актуальна версия, то есть то, что вы представляете, или то, что вот есть на самом деле. Значит, после того, как мы немножечко пробежались по начальному этапу, мы переходим уже к самому разделу основные средства и нематериальные активы. Хочется сказать вот что. Если в этой конфигурации вот такая компоновка, то в некоторых конфигурациях немножко по-другому построена именно компоновка подразделов и функций. Это не значит, что, например, они куда-то пропали. Функциональность вся сохранена полностью. И то, что было в более ранних версиях, ну и, соответственно, дополнено уже более последними разработками. В нашем случае первый столбик, если можно так сказать, вот то, что мы видим, поступление, учет основных средств, выбытие основных средств, это в основном скомпонованы документы, которые оформляют, так сказать, первичные документы, которые оформляют передвижение, поступление, ну то есть все движения основных средств и нематериальных активов. Дальше идет амортизация, соответственно, основных средств и нематериальных активов, налоги, поскольку некоторые объекты основных средств, например, транспортные, земельные, транспортные средства, земельные участки, требуют отдельной регистрации. И аналитика, которую мы можем получить, то есть штатные отчеты, и настройки, которые можно выполнить в этом разделе. Хочу сразу остановиться на настройках. То есть, если мы заходим в этот раздел, то мы попадаем с вами в меню функциональности, которую мы уже с вами видели в разделе администрирования и настройки программы. В каждом из разделов, которые есть на желтом поле, повторяется такая же возможность. То есть, из каждого раздела можно перейти сюда, но уже в плане, так сказать, тематическом. То есть, вот они наши основные средства, и вот основные настройки, которые включают возможность работать с какой-то аналитикой, с каким-то блоком. То есть, обратите внимание, у нас есть основные средства, есть флажки. То есть, вообще работать с основными средствами. Может, у нас нет объектов, которые попадают под критерии основные средства. Второй флажок – это возможности работать со сдачей в аренду. Если мы сдаем имущество какое-то основное, основные средства сдаем в аренду. И работа с лизингом. То есть, работа с лизингом, если здесь не проставлен флажок, то просто не будет доступа к этому разделу. То есть, вы не введете его, если не активируете вот эту функцию. Хочу немножечко отступить. То есть, для работы с сдачей в аренду и с арендованными основными средствами. Есть приложение, которое рассчитано на то, что, то есть, именно приложение, как отдельное, отдельное, не встроенное в программу, которое позволяет работать, если вы, например, массово сдаёте в аренду какие-то объекты. Ну, может быть, помещения, автотранспорт, там, суда, самолёты. То есть, оно позволяет именно автоматизированно их учитывать, учитывать сроки сдачи в аренду, начислять оплату за данное время и так далее. В этой конфигурации, вот здесь у нас сдача в аренду, ну, она предполагает, что какие-то объекты могут быть сданы в аренду, но что это не является основным видом деятельности, ну, скажем так, компании. Итак, значит, после того, как мы посмотрели, ну, соответственно, не только основные средства, но и нематериальные активы, здесь просто ставится флажочек, и обращаю ваше внимание, то есть, здесь есть подсказочка, что при этом будет включён полный интерфейс. То есть, если вы первоначально, например, выставили там выборочный или ещё что-то, то при установке флажков нужно помнить о том, что этот раздел требует полного интерфейса. Итак, переходим дальше. Это настройки, которые перед началом работы с программой стоит проверить и подумать, ну, всё ли мы учли, прежде чем уже начинать работать с документами. Значит, после того, как мы с вами перешли уже к конкретным документам, я хочу такой вот вам немножечко показать пару слайдиков, которые иллюстрируют, что у нас есть. То есть, в предыдущих версиях, например, работа с основными средствами и нематериальными активами была немножечко в другой комплектации, если можно так сказать. В нашей конфигурации основные средства и нематериальные активы разбиты таким образом. То есть, поступление основных средств делается как обычное поступление, но если, например, вы провели оприходование обычным документом без всяких выкрутасов, так сказать, то в этом случае у нас получается вот такая картинка. То есть, мы через изменю покупки, например, сделали поступление обычным актом, накладным и так далее. Перед нами открывается журнал, в котором через меню поступления мы выбираем то, что мы приходим. То есть, в нашем случае, это основные средства. Соответственно, если это будут земельные участки или там объекты строительства или что-то, производственное какое-то оборудование, то мы выберем соответствующий пункт. В этом случае получается, что документ аккумулирует в себе, ну, так сказать, два в одном. То есть, он выполняет функции и документа поступления, и приема к учету основного средства. То есть, мы берем поступление основных средств, через покупки вводим его, и в результате получаем вот такую картинку по проводкам. То есть, у нас делаются проводки сразу и на оприходование основного средства, на зачет НДС, соответственно, если это полный режим, то есть, если это основа или полный режим налогообложения, и делается проводка по переводу с 0,8 счета на 0,1, то есть, конкретно принятие основного средства к учету. Если мы, это, так сказать, сокращенный вариант. То есть, если мы делаем, как идет у нас в программе, поступление основных средств, приобретение земельных участков, здесь немножечко сразу будут другие возможности. Нужно будет, например, в земельных участках заполнить катастрофный номер, ну, то есть, регистрацию. И после этого сделать документ принятия к учету основного средства. То есть, документ принятия к учету основного средства в каждом случае это передача на 0,1 счет с 0,8 счета, соответственно, конкретно данного основного средства. Кроме этого, это печатная форма документа акт приема в эксплуатацию. То есть, фактически, это этап документа оборота, который необходим для того, чтобы учет был согласно ПБУ, учет основных средств был согласно ПБУ. То есть, в этом случае нам необходимо, во-первых, иметь, ну, поскольку бухгалтерия чаще всего не имеет оригинала договоров, оригиналы договоров могут храниться, например, в юридическом отделе или в секретариате, то для правильного документа оборота, чтобы обезопасить себя немножечко от претензий и контролирующих органов, и в случае каких-то проверок, для бухгалтерии нужно снять копию с договора, в обязательном порядке снять копию документа поступления и акт приема-передачи. То есть, если документ поступления может быть в виде копии, ну, соответственно, подписанной, заверенной печатью, копия договора, естественно, тоже подписанного и заверенного печатями, ну, так же допускается, то акт приема-передачи, естественно, должен быть оригинальным, с оригинальными подписями и оригинальными печатями. То есть, это подтверждает то, что оборудование в исправном состоянии передано конкретному материально-ответственному лицу и находится на таком-то подразделении, в таком-то рабочем месте, ну, соответственно, где оно находится, зафиксирует. Так, теперь второй раздел «Учет основных средств». Это в основном учет передвижения, выбытия, возврата и так далее. Перемещение ОС. В этом случае подразумевается два, если можно так сказать, вида перемещения. То есть, передача основного средства к какому-то работнику и перемещение ОС территориальное или перемещение на какие-то другие, возможно, подразделения, не обязательно участки. Передача либо с одного материального лица на другое. Ну, если у нас, например, основное средство – это ноутбук, то передача вот одного пользователя к другому. Или если это, например, какое-то серьезное оборудование, там, типа станков и так далее, то это смена дислокации. Хочу обратить еще один… Хочу обратить внимание еще на один достаточно интересный момент. Если при заполнении карточки, когда мы заполняем карточку основного средства, мы к этому сейчас немножечко, через несколько минут перейдем, нужно учитывать, что в карточке тоже есть возможность заполнить материально ответственное лицо, перемещение основных средств. Ну, соответственно, мы выбираем, кто у нас будет принимать материально ответственное лицо и кто будет задавать. То есть, кроме того, что должен быть указан склад, должны быть совпадать материально ответственные лица, потому что, если мы приняли на Иванова, а потом перемещаем с Сидорова на Петрова, ну, программа будет немножко против. Итак, поступление основных средств. Если мы выбираем обычные основные средства, ну, например, там, система вентиляции, система кондиционирования, какая-то дорогостоящая айтишная техника, например, там, сервера, еще что-то такое, то мы выбираем поступление основных средств и при выборе переходим в журнал. Если я сниму вот разделение, а, к сожалению, у меня только одно. Значит, переходим в журнал, то мы попадаем в документ поступления. Он на практике идентичен обычно ТОРК-12 или какие-то вот аналогичные ОПД и так далее. И очень важную роль здесь играет сам договор. То есть договор, по которому мы приобретаем это основное средство. Ну, мало того, что здесь мы создаем, обязательно указываем расчеты, обязательно указываем НДФ, чтобы потом не искать вчерашний день, а почему же он у нас потерялся. мы очень подробно заполняем всю информацию, которую здесь видим. В более поздних конфигурациях, например, в ERP есть возможность задавать более подробную информацию по договорам, рассчитывать, например, платежи регулярные и так далее. здесь у нас указывается вот информация по расчетам. Значит, мы задаем даты, когда нам это надо, и если мы платим какие-то авансы, то, соответственно, задаем здесь график. Ставим обычно отметку, что аванс зачитывается автоматически или по каждому конкретному документу. Ну, обычно ставим автоматически, и тогда программа уже самостоятельно отслеживает закрытие авансов. Обратите внимание на флажки оригинала получены, оригинал самого документа и оригинал счет фактуры. То есть, это отражается в журнале, потом удобно просматривать, где же до нас вместо копии не дошел оригинал, потому что документы часто могут поступать по электронной почте, в виде сканокопии и так далее. Печатные формы к поступлению основных средств у нас предусмотрены счет фактура за поставщика и универсальный передачный документ. Остановлюсь отдельно на акте приема и передачи. Это касается той ситуации, когда у нас действует вот такая схема. То есть, когда документ поступления делает одновременно и проводки по переводу с 0,8 счета на 0,1. В этом случае нам требуется отдельная печатная форма акт приема-передачи основного средства. Дальше. Интересный момент по поводу справочки. Справка расчет рублевых сумм, если у нас... А, нет, к сожалению, у меня в примере не настроена эта возможность, но есть справка расчет рублевые суммы документа в валюте, если вы ведете управленческий учет таким образом. То есть, перемещение это операция, которая не изменяет стоимость основного средства, она только перемещает его между материальными лицами, материально-ответственными лицами или подразделениями, помещениями и так далее. Предусмотрен документ, когда мы производим модернизацию основного средства, то есть, это когда аккумулируется стоимость дополнительная на дополнительные какие-то затраты аккумулируется и потом переносится на стоимость основного средства. Очень интересный документ инвентаризация, то есть инвентаризация у нас это отдельный журнал документов и соответственно как обычная инвентаризация абсолютно аналогично тому, что мы делаем с товаром материальными ценностями, можно на закладочке основные средства, но если мы зададим какое-то конкретное подразделение, то будет инвентаризация только в рамках этого подразделения. Если мы не задаем эти фильтры, то соответственно это будет по всем подразделениям, по всем материально-ответственным лицам, в этом случае по кнопочке заполнить формируется обычным образом табличная часть. Здесь есть удобный момент на закладочке проведения инвентаризации мы задаем период с кого по какое, пишем приказ и соответственно данные приказа номер и так далее и причина ну чаще всего причина там проверка сохранности внезапной инвентаризации плановой инвентаризации ну то есть то что в вашем случае является основанием и состав инвентаризационной комиссии то есть мы добавляем список сотрудников которые принимают участие в инвентаризационной деятельности и соответственно из выбранного списка назначаем кого-то одного председателем комиссии то есть ставим здесь флажок в этом случае наша жертва становится председателем комиссии после того как мы заполнили эти данные я сейчас выберу себе вот такую жертву после того как мы выбрали и заполнили эти сведения мы можем вывести печатную форму то есть полностью весь комплект который требуется мы можем вывести приказ о проведении инвентаризации саму инвентаризационную опись по окончанию и сделать свечительную ведомость то есть это все унифицированные формы за исключением приказа потому что ну в некоторых организациях есть свои шаблоны свои ну временные возможно бланки приказов в этом случае можно к существующему штатному так сказать документу использовать ваши уже конкретные индивидуальные формы и собственно говоря на основании точно так же как и при обычной инвентаризации на основании этой инвентаризации делается списание или принятие к учету если вдруг неожиданно в результате инвентаризации мы обнаружили производственное помещение площадью 4800 квадратных метров которые до этого никто не видел значит после того как мы благополучно оприходовали мы можем отправляться в наше путешествие дальше то есть предполагается мы при настройках поставили флажочек что мы работаем с сдачей в аренду основных средств и принимаем в аренду основные средства значит и соответственно работаем с арендованными основными средствами сразу хочется сделать очень очень большой акцент восклицательный знак свой рост размером о том что если предприятие работает с арендованными основными средствами то их обязательно надо ставить на учет потому что есть достаточно большая судебная практика на тему что если арендованные средства не поставлены на учет на забалансовый учет если отарендованные основные средства то налоговая инспекция может посчитать это безвозмездно переданными активами и начислить с этого дополнительный налог на прибыль ну и достаточно много еще есть юридических тонкостей по которым стоит себя обезопасить и все-таки принимать на учет арендованное основное средство чаще всего конечно эта ситуация касается если мы берем в аренду транспортные средства какие-то или помещения и особенно если это земельные участки например вяты в аренду или какие-то ну чаще всего все-таки основные все-таки это транспортные средства для оприходования таких основных средств у нас есть специально для этого адаптированные документы то есть приобретение земельных участков в этом случае когда мы создаем документ приобретения такого участка мы в табличной части я выберу вот так ну на самом деле будет не система кондиционирования земельный участок там какой-то с определенным кадастровым номером и сведения про эти номера то есть кадастровые номера в программе должны быть зарегистрированы соответственно после того как в программе зарегистрированы кадастровые номера земельных участков или номера транспортных средств ну то есть сведения которые содержатся в ПТСе или в техпаспорте мы можем уже совершенно спокойно формировать официальную отчетность ну то есть отчетность по налогу на имущество там будет все корректно указано и будут корректно попадать данные об этих транспортных средствах земельных участках и так далее отдельно хочется сказать про лизинг к сожалению у нас сегодня время не позволит очень подробно в него углубиться но поступление в лизинг у нас выделено в отдельный документ и в этом случае этот документ заполняется аналогично в принципе любому поступлению очень важно здесь правильно заполнить договор лизинга то есть соответственно заполнить счета расчет расчеты срок оплаты если он у нас установлен то соответственно позже 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 значит если не установлен то так и пишем если выбираем в течение то у нас появляется возможность выделить сколько дней или если у нас конкретная дата чаще всего лизинг сразу подразумевает оплату до конкретной даты мы можем здесь проставить и верхняя панель меню в договорах позволяет настроить счета расчета с контрагентами в нашем случае лизинг это будет договор на 76 счете немножко повторюсь в принципе те кто работал раньше с программами знают что вот такая вот иконка такой интерфейс позволяет настроить счета учета для конкретной организации то есть если я здесь установлю какую-то организацию то эти счета будут применяться только к ней если я установлю какого-то контрагента конкретного то будет применяться только к этому контрагенту если я здесь уберу контрагента то то что я напишу дальше будет относиться ко всем контрагентам если у меня вот конкретно здесь лизинг и лизинга дать то я могу настроить только под это конкретное предприятие, под этот конкретный договор, и дальше уже задают. То есть в моем случае расчеты с поставщиком будут 70 на 76 счете. Ну, соответственно, я выбираю, что мне надо. Я, там допустим, ну, и создаю дополнительно проводки, которые будут применяться к этому договору, к этому контрагенту. И вот для данного, для учета данного основного средства. Ну, соответственно, записать и закрыть. И дальше я уже не заморачиваюсь на тему того, что у меня каждый раз при создании документа с этими параметрами мне нужно проверять счета расчета, у меня все будет уже готово. Эти счета расчетов у меня встали, будем считать, что я их вот все правильно задала. И печатная форма документа. Мне сейчас недоступна, потому что у меня есть домобаза. Обычно к документам, когда приходится лизинговый объект, обязательно это договор лизинга, график платежей. И если предусмотрен, то выкупная сумма, соответственно, и срок. Обычно срок платежей, график платежей тоже прикладывается к договору. Еще, если это лизинговый, например, автотранспорт, для бухгалтерии в обязательном порядке необходимо копии документов на автомобиль. То есть страховки, копии техпаспорта и так далее. То есть то, что передала компания. Значит, договор лизинга может быть двух форматов. То есть по договору компания может выступать как балансодержатель. В этом случае, то есть может учитываться основное средство на балансе компании или может учитываться на балансе лизинга дателя. В этом случае разница будет в том, кто платит транспортный налог и, собственно, все. Все остальное будет идентично. Выкуп предметов лизинга. То есть когда вы закончили выплату по графику платежей, выкупная стоимость объекта, который обычно либо стремится к нулю, либо стремится к номинальной цифре. Обычно это порядка от одного рубля до тысячи. То есть для этого предусмотрен отдельный документ, который заполняется, в принципе, аналогично любым другим. Мы заполняем сведения, от кого мы покупаем, соответственно, на какое подразделение. Выставляем счета, по которым мы хотим провести эту операцию. И дальше заполняем закладочки. То есть, соответственно, предмет лизинга, бухгалтерский учет, налоговый учет и амортизационная премия, если она была. Но поскольку у нас при лизинге уже все учтено, то здесь эта закладочка будет неактивна. Бухгалтерский учет. Ну, проверяем, все ли так. Собственные основные средства, да, 0,1. Могут быть и вариации в субсчетах. То есть, ну, здесь это нужно проверить. И на самом деле сложности именно вот этот учет не вызывает. Сложности вызывают чаще всего это начисление самих арендных платежей, то есть их отражение и принятие на учет основного средства с соблюдением всех параметров. То есть, принятие на учет именно как основного средства. Регистрация для мельных участков и транспортных средств. Ну, то есть, то, что бывает нестандартно. Абсолютно такая же ситуация в случае, если это оборудование или это объекты строительства. Объект строительства в нашем случае – это аккумулирование на вспомогательном счете, 0,8, там, например, в течение какого-то определенного времени затрат, которые относятся к созданию объекта и уже потом ввод в эксплуатацию – это окончательное формирование стоимости объекта и, соответственно, уже не груды кирпичей или каких-то строительных материалов, а возникновение уже именно объекта строительства. То есть, какого-то здания и так далее. Выбытие основных средств – это, в принципе, всего два варианта. То есть, это на самом деле в результате инвентаризации, если обнаружена какая-то недостача в списании основных средств или в результате покупки каких-то административных действий. Если мы решили продать основное средство, то в этом случае делается сначала операция подготовка к передаче основного средства, что она дает. То есть, в этом случае… Можно ее заполнить по номинованию, например. В этом случае формируется перевод стоимости на 0,1-0,9 на счет и уже после этого продажа именно объекта основного средства. Ну, чаще всего это бывает либо в случае морального старения, либо фактически подошли сроки, когда оборудование можно было использовать безопасно. Ну, собственно говоря, здесь нет особых тонкостей, на которые стоило бы обращать внимание. Единственный момент здесь заполняется штатным образом. То есть, мы выбрали, что мы хотим подготовить к передаче. Мы выбрали все, что знаем, провести и закрыть. И в этом случае… Не удалось. Поскольку это у меня был пример, то я его не провела, поэтому я его не могу продать. Ну, если у меня все сработало правильно, если я все заполнила необходимые поля, то сформируется проводка на 0,1-0,9. Закроется и 0,1-0,1 и 0,2 счет. Так. Теперь, что касается того, какие отчеты и какие сведения мы можем получить в этом разделе. Отчеты у нас загруппированы в отдельный блок. Ну, первый, самый популярный отчет – это амортизация основных средств, поскольку она позволяет оценить, правильно ли мы заполнили, правильно ли программа все это начисляет. То есть, не было ли каких-то ошибок при первоначальных настройках и при первоначальном запуске. Отчет удобный, потому что отражает полностью и состояние, что у нас было и какие у нас… То есть, фактически, это оборотно-сальдовая ведомость. Что произошло за период и какие показатели на конец периода. Здесь можно сделать дополнительные настройки. То есть, естественно, как во всех отчетах, которые есть в 1С, мы можем использовать отбор по каким-то критериям. Ну, то есть, выбрать либо конкретное основное средство, либо конкретное материальное лицо, либо все вместе. Ну, то есть, уже в зависимости от того, что мы хотим посмотреть. Задать какие показатели. То есть, например, только бухгалтерский отчет, бухгалтерский и налоговый. Может, мы хотим посмотреть контроль соответствия бухгалтерского и налогового. Если предприятие применяет 18-е ПБУ, то, соответственно, можно проставить. И можем задать дополнительные поля. Соответственно, сюда можно добавить какие-то параметры. Если я хочу посмотреть что-то более конкретное, мы можем добавить. И выбрать правила сортировки. Того, что мы уже хотим в конечном виде. Можем даже попробовать работу с цветом. То есть, например, выделять отрицательные числа красным. Или еще какое-то цветовое выделение, если это требуется по каким-то причинам. Хочу остановить ваше внимание на том, что вот эти настройки – это, в принципе, единая для всех 1С функция. То есть, кроме того, что есть штатные настройки, которые мы получаем, когда делаем отчет. То есть, вот я взяла амортизационную ведомость. У нее уже по умолчанию существуют определенные настройки. Если я хочу их изменить, то, соответственно, я выбираю показать настройки. Добавляю в них какие-то параметры. Ну, например, там дополнительные поля, условия сортировки, еще что-то такое. И могу сохранить эти настройки. Сохраняются эти настройки. То есть, вот у меня меню по настройкам. Сохранить настройки. Я могу сохранить настройки в программу. Можно их сбросить в отдельный файл. И потом, при необходимости, я могу выбрать уже сохраненные настройки. То есть, если я здесь сделаю какие-то настройки, напишу, например, ведомость с МОЛ, то есть с материально ответственными лицами. Или ведомость по определенному подразделению. В этом случае у меня эта настройка. Я ее могу в любой момент выбрать, чтобы потом не тратить время на дополнительные вот эти телодвижения. То есть, не расходовать лишний раз свой временный ресурс. Эта функция доступна для всех отчетов. Не только по основным средствам и материальным активам. Ну, то есть, по всему подряд. Элементарная книга. То есть, на самом деле, ну, наверное, самый употребимый отчет. Потому что позволяет показать, что и сколько, по какой стоимости у нас есть. То есть, достаточно понятно. И самое ее основное достоинство, что она практически... Что практически она заменяет инвентаризацию. То есть, если у нас есть какие-то вопросы, то потому что попадает в инвентаризационную книгу, то тогда уже можно более подробно заниматься ведомостью. И самый интересный отчет – это объекты, переданные в аренду. Потому что, если таких объектов достаточно много, то уследить или удержать в память, естественно, это и нереально, и ненадежно, и необходимо фиксировать все, что передано. То есть, соответственно, если мы используем этот отчет, мы получаем табличную часть с фактическими сроками, когда оно что должно быть возвращено. Это позволяет выставить документы, например, начисление арендной платы за полученные объекты. То есть, фактически за свой доход. Если мы, например, переходили на учет в эту программу с каких-то других предыдущих конфигураций или еще как-то, и у нас не получилось каким-то образом, по какой-то причине не получилось перенести остатки, то мы можем использовать помощник ввода остатков. Этот помощник доступен из нескольких разделов. Ну, а поскольку вот здесь у нас был самый такой легкий переход, соответственно, задается дата и задаются данные по тем счетам и субсчетам, по которым мы не смогли внести своевременно данные. Соответственно, это 0.1 основные средства, их амортизация. 0.4 это нематериальные активы и 0.5 это амортизация нематериальных активов. Я абсолютно сознательно очень мало времени уделяю нематериальным активам, потому что принцип работы примерно такой же, как с основными средствами. То есть поступление нематериальных активов, принятие к учету нематериального актива, списание или передача нематериальных активов. Поскольку нематериальные активы, это чаще всего какие-то права, патенты, ну, то есть, например, права на товарный знак или что-то аналогичное, то, собственно говоря, нематериальные активы – это то, что принимается абсолютно по такому же алгоритму, как основные средства создать, то есть создается нематериальный актив, патент там, например, такой-то номер и так далее. И создается обычный документ. Хочу обратить ваше внимание, что и в поступлении нематериальных активов, и основных средств есть такая возможность. То есть, если у меня был, например, счет фактура, я выбираю, что у меня там НДС был, например, такой-то, счет фактура, я могу выбрать УПД, тогда у меня будет один документ вместо двух. То есть, будет не отдельный документ поступления и счет фактура, а будет именно УПДшка. Именно по причине того, что это по одному и тому же алгоритму с основными средствами происходит, я внимание уделяю нематериальным активам гораздо меньше, потому что, ну, например, если основное средство можно потерять, утащить и так далее, то с нематериальными активами по определению такая ситуация невозможна. Если у вас зарегистрирован патент, то, соответственно, ваше право уже зафиксировано в соответствующих органах и утащить или потерять это право можно только при очень определенных условиях, если вы нарушили какие-то правила пользования и, например, у вас отозвали патент или сертификацию или еще что-то. Такая же система и с амортизацией. То есть, когда нематериальный актив принят, поставив им флажок, что подлежит амортизации, мы можем изменить параметры амортизации, создав определенный документ. Ну, например, возьмем выработку, если у нас основное средство по выработке. В этом случае здесь тоже достаточно штатное правило заполнения. То есть, мы выбираем какой-то конкретный нематериальный актив, который, например, должен отработать 5000 часов. В этом случае мы должны будем фиксировать его выработку. Что, например, за один рабочий день это вырабатывается там 3 часа. Значит, соответственно, мы задаем непривычные параметры, что амортизация там 10 лет, а мы задаем амортизацию на сколько в часах. И, соответственно, налогообложение. То есть, обычные отчеты мы с вами посмотрели. Теперь то, что касается налогов. Если предприятие применяет общую систему налогообложения, то, соответственно, у нас получается, что это, ну, чаще всего налог на имущество и земельные налоги. Если предприятие применяет упрощенку, например, кассовый метод, то в этом случае у нас то же самое, но важен момент оплаты. То есть, не начисление, а именно оплаты. И регистрация оплаты может быть проведена, ну, вот, отдельным документом. Ну, соответственно, мы выбираем, что это было. Основные средства или нематериальные активы. И фиксируем дату оплаты. То есть, дата оплаты у нас может быть, например, мы могли рассчитываться через расчетный счет. Мы могли рассчитываться, например, с помощью подотчетного лица, то есть, через авансовый отчет. Ну, то есть, варианты могли быть разные. И в этом случае мы фиксируем, какого числа была оплата и какова была сумма оплаты. Нет, мы не будем сохранять. Такой же документ, какими же функциями есть для эпистов. У эпистов 12.06.21, например, здесь мы задаем параметры, потому что кроме авансовых отчетов и банковских выписок мы можем вносить ИП. Может вносить еще некоторыми способами. И нематериальные активы точно так же. То есть, мы фиксируем дату и сумму оплаты. В этом случае в книгу доходов и расходов у нас попадет уже конкретно вот по этому документу, внесенная информация. И последний раздел – это новости. То есть, на самом деле, новости, ну, исходя из практики, бухгалтера читают не очень часто, но вот в 2021 году, к сожалению, у нас было достаточно много всяких нововведений, поэтому список новостей, ну, очень приличный. И касается именно учета основных средств и нематериальных активов. Ну, во-первых, это методические материалы чаще всего. То есть, если вы сомневаетесь в каком-то вопросе, то лучше зайти именно сюда и посмотреть, так сказать, тематическую подборку. Если, ну, чаще всего это то, что применяется у большинства пользователей и вызывает какие-то вопросы и сомнения. Ну, например, вот рекомендация загрузить справочник ОКОВ, ну, она, конечно, интересна и так далее, но нужно учитывать, что в этом случае размер, объем программы будет слегка больше. Ну, например, если мы загружаем в программу справочники типа Кладра, то это обычно еще плюс дополнительно 2 гига места на диске. Ну, допустим, если мы выбираем какие-то другие параметры, то, в общем-то, очень удобно, потому что что должно быть и где это найти. То есть не надо лазить по интернету, не нужно искать какие-то дополнительные сведения, а это уже конкретный проверенный источник с хорошо структурированной информацией. И главное, что от ответственных, скажем так, источников информация и уже принимается всеми налоговыми, ну, и, соответственно, всеми остальными. То есть это информация, которая прошла проверку и контроль у всех исполнительных органов. Кроме того, что у нас информация, ну, вот такие новости есть в этом разделе, есть дополнительная информация, и в каждом разделе, ну, допустим, вот возьмем приобретение земельных участков. То есть мы попадаем в журнал. В журнале есть отметочка «Еще» и есть рядом пиктограммка вот такой вопросик. То есть по закладочке «Еще» мы можем видеть функции, которые в предыдущих версиях располагались в верхней линейке меню. Ну, например, вот «Обновить период», «Установить период», «Настроить список». Здесь это вынесено в закладочку «Еще» и самый последний пункт – это справка. То есть в этом случае мы попадаем в полное меню справки и можем по нему искать нужный нам раздел. Это бывает обычно достаточно трудоемко. И второй вариант найти справку – это выйти по вопросительному знаку. В этом случае мы попадаем в тематический раздел, так сказать, справочная информация. То есть то, что мы могли бы выбрать, порывшись из общего справочника, здесь мы находим в более концентрированном виде и уже именно касается этого, то, что касается этого раздела. Итак, основной лид-мотив, так сказать, того, о чем мы с вами сегодня разговаривали. В любой конфигурации, не только в бухгалтерии, в любой конфигурации 1С очень большое внимание уделяется первоначальным настройкам. Именно настройкам справочников, настройкам функциональности. То есть тем параметрам, с которых мы с вами начали. Если вы что-то забыли ввести при начале работы, то это не трагедия, это не конец жизни. Это всегда можно поправить по ходу пьесы. То есть в этом случае мы можем использовать меню справочники и в этом меню выбираем то, что нам надо. То есть вот у нас основные средства и нематериальные активы. Если мы что-то не заполнили первоначально, то мы можем вернуться и, например, справочник основные средства. Ну вот, например, был у меня легковой автомобиль. Соответственно, подкорректировать информацию, которую мы забыли внести изначально. Ну, соответственно, группа учетов. Если у меня был не транспортное средство, а там, например, здание. Ну, здесь был бы флажок. И вся информация, которая у нас была на тот момент с классификаторами, сведения для бухучета и так далее. То есть если вы здесь нашли какие-то неточности или не заполненные поля, еще раз повторю, что не заполненные поля, это практически какая-то группа аналитики, которая не будет работать. Поэтому лучше всего заполнять полностью все методично и медленно и печально, если можно так сказать. Главное, внимательно. И после этого надо не забыть, если мы изменили что-то в карточке, не забыть перепровести документы и восстановить последовательность. Ну, соответственно, вот то, что касается наших основных средств и нематериальных активов. И, естественно, у нас доступны обычные бухгалтерские, то есть не специализированные по основным средствам, а обычные бухгалтерские отчеты, то есть стандартные и любимые оборотки, анализы счетов, карточки и так далее. И регламентная отчетность, в которой у нас, соответственно, будут уже декларации по имуществу. Ну да, извините, сейчас просто одна декларация. То есть, соответственно, у нас будут регламентированные отчеты, которые сдаются в налоговую инспекцию. Ну и возможность с инспекциями, соответственно, переписываться, получать информацию через личные кабинеты, ну, то есть составлять уже отчетность, которая пойдет в официальные органы. Еще раз у меня просят подсказку. То есть вот для того, чтобы полностью использовать функционал, который есть у программы, видите, нужно здесь внести сведения, внести логин и пароль. Так. Ну, пока у нас еще есть пару минут. Хочу остановиться немножко на не совсем традиционной отчетности. Она существует. Ну, это, например, экспресс-проверка. Это экспресс-проверка по первоначальным настройкам. Она, в принципе, не совсем относится именно к основным средствам и нематериальным активам. Но она достаточно удобна и показывает, что вы напутали или не напутали с первоначальным заполнением программы. То есть она позволяет... Мы выбираем области проверки. И после того, как... Ну, в нашем случае я выбрала все. Вот они, отметочки. Она позволяет определить, были ли у нас ошибки при первоначальном вообще запуске программы, не накосячили ли мы с настройками бог учета. И позволяет анализировать документооборот, что самое важное, по кассе и при работе с книгами покупок, книгами продаж. Чаще всего с основными средствами бывает возникает такая проблема, что либо не выделили НДС своевременно, либо не оказалось счет фактуры и так далее. Ну вот, собственно, все вопросы, которые мы планировали на сегодня, у нас с вами закончены. Я хочу еще раз напомнить, что вебинар проводила компания Кодерлайн. На слайдике вы видите наши контакты, электронная почта. Если у вас возникли вопросы или вы хотели что-нибудь спросить применительно к конкретной вашей ситуации, мы будем очень рады вам ответить. Присылайте любым доступным для вас способом свои вопросы, пожелания. Мы готовы предложить услуги и по внедрению, и по настройкам программы, ну то есть весь спектр услуг, которые оказывают компании по сопровождению 1С. Спасибо вам за внимание. Надеемся, что время, потраченное на встречу, было полезным, и что вам информация оказалась применительна. Всего доброго. Компания Кодерлайн прощается с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok